Друзья, я здесь греюсь в лучах мартовского солнца, и здесь так вкусно пахнет каким-то кремом, еще утро, и я, собственно, сейчас хочу вместе с вами отправиться на выставку. Сегодня последний день выставки, на которой представлена частная коллекция сумок, аксессуаров различных известных домов моды, и я думаю, нам стоит это посмотреть, поэтому пойдемте. Продолжение следует... Продолжение следует... Рада поделиться с вами своими впечатлениями от посещения этой выставки. Частная коллекция лучших вещей и аксессуаров тронула меня до глубины души. Это самая дорогая фэшн-выставка в Швеции, которая была выставлена на торги в аукционном доме Буковскис. Я, честно, никогда не видела ничего подобного ранее, и больше всего меня поразило то, что вся эта роскошная коллекция принадлежала одной владелице, некой загадочной и таинственной Анни Александерсон. Никто толком не знает и не понимает, кто она. И как дантист в прошлом, не афишируя свою страсть в профессиональных кругах, смогла создать такую частную эксклюзивную коллекцию, которая оценивается в 10 миллионов евро. Вы представляете, Стокгольм просто шумит от слухов, и сама по себе эта коллекция, конечно, создала вокруг себя такой флёр таинственности. Кто эта женщина? Почему так? И в целом известно, что она была одинока, жила на центральной улице Стокгольма, и, как мы можем видеть, была истинной ценительницей моды, эксклюзивности, роскоши. И, безусловно, выставка отразила изысканную эстетику, индивидуальный подход к деталям и показала роскошный вкус владелицы. Все вещи просто в идеальном состоянии, сохранены все пыльники, коробки, ленты и очень много вещей с этикетками. Вы представляете, она просто покупала вещи и не использовала их. Она могла разом купить всю коллекцию любимого дизайнера, и если ей нравилась вещь, то она, как правило, приобретала её в нескольких цветах. Всё это звучит очень невероятно, и потрясающим для меня было прикоснуться к этому ко всему, потрогать вещи, рассмотреть детали, сочетание фактур. И всё же эта выставка оставила у меня какие-то двоякие впечатления. Возможно, за этой всей яркой, бархатной ширмой, занавесом пряталась какая-то одинокая душа, одинокая женщина, которая искала себя и своё женское счастье именно в этих вещах, и как-то по-своему себя реализовывала в этом. Ну, это, конечно, моё такое мнение, которое сложилось после посещения этой выставки, но и вполне здравый вопрос. То есть, откуда деньги на такие дорогие вещи, и как дантиста, хотя в Швеции дантисты хорошо зарабатывают, могла позволять себе покупать такие дорогие эксклюзивные дизайнерские вещи. Продолжение следует... 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 Сама понимаю, что я с ней наиграюсь буквально сезон другой, но выглядит она великолепно. Девушки, как вам алоферы? Мне кажется, суперкрутые. Но этот, конечно, центральный путь к окне, это просто произведение искусства реальном. Посмотрите, как здесь красиво. Суперкрутая блуза. Думаю примерить этот джинсовый жакет 7700 и эту куртку. И понравился мне этот платок, очень красивый такой бледно-коралловый цвет. Посмотрите, какое замечательное сочетание с биром. Друзья, это 34 размер, другого не было, но мне кажется, сидит просто великолепно. Как вам? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она просто превосходная по качеству, по тактильным ощущениям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня 38 размер, мне кажется, села просто идеально. Посмотрите, какой замечательный цвет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА давайте зайдем в сифору я хочу затестить один тон сифора кто как говорит себе сегодня собственно заказала вот такую вот пудру нейтральную а Я для себя только что открыла какой-то недорогой скандинавский бренд. Очень понравилось тональное средство на такой мысляной основе, мне кажется, самое то для сухой кожи. Ну и раз мы уже в этих краях, то мы, конечно же, зайдем с вами в коз. Здесь, конечно, коз покруче, нежели тот, в котором я была в последний раз. Что вам сказать? Первое. Вы видите, у меня новая камера. В ней, конечно, также есть проблемы немного с фокусом, но я разбираюсь, потому что техника и я это что-то несовместимое. Собственно, я хотела примерить этот замечательный комплект из новой коллекции. Предполагала, что он не оставит меня равнодушной, и так оно, в принципе, и есть. Это мой первый образ. Я здесь еще использую тренчкот. Очень красивый такой чистый бежевый цвет, без всяких каких-то ненужных примесей. Очень нежный. Образ выглядит довольно стильным. Одна цветовая гамма в качестве такого маленького, но заметного акцента. Я взяла эту серебряную малышку, кстати, довольно симпатичная. Вот. И, собственно, если вы хотите сделать свой образ по-весеннему нежным, приятным глазу, потому что мы уже все устали от каких-то серых, теплых, тяжелых одежд, то этот образ самое то. Все ссылки я, конечно же, оставлю внизу. Брюки у меня в размере S, тренчкот у меня в сороковом размере, потому что я люблю оверсайз, ну, а вы, конечно, выбирайте по своему вкусу, но здесь довольно хорошая посадка, и можно играть с каким-то наслоением и многослойностью. Здесь довольно акцентные пряжки большие, что на поясе, что на рукавах, но это совсем не портит его. Мое стопроцентное да этому образу, потому что это все очень практично, расслаблено. Суперское сочетание фактур, красивое попадание в цветовую гамму. Хочу отметить, чтобы вы не боялись, что эти брюки могут добавить вам лишних объемов, потому что в сочетании с блейзером, либо с любой другой верхней позицией, это всегда можно отлично стилизовать. Посмотрите, как это смотрится с кардиганом, с удлиненной футболкой, и если вам нравятся такие вещи, но вы боитесь их надевать, всегда экспериментируйте, и вы придете к общему знаменателю. Хочу отметить, что это будет просто здоровски и супер смотреться с какими-то более жесткими фактурами, с той же кожей, либо с шерстью. Поэтому моя вам горячая рекомендация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Хочу также заметить функциональность этого образа, этого, то есть комплекта, в силу того, что его можно отлично сочетать, то есть создавать такие домисезонные образы. Если убрать плащ, оставить просто сумку, какие-то легкие саба, это будет также смотреться супер круто. В этом образе я хочу вам также показать функциональность таких фактур, и как легко и стильно можно усмирить такие воздушные струящиеся брюки, структурной прямой удлиненной курткой, рубашкой. В принципе, можно и более короткие модели. Посмотрите, как стильно смотрится образ. Здесь я уже использую свою сумку. Мне захотелось перенестись в такую эстетику десятилетий. Красивый цвет. Многими нами любимый стиль сафари. Посмотрите, как замечательно это все смотрится. Этот верх идет с юбкой, по-моему, в комплекте. Но юбку я не брала. Захотелось мне почему-то примерить это все под этот образ. Ну и, собственно, вот так вот это выглядит. Сейчас вам еще хочу примерить под большую сумку. Хочу вам показать также этот образ. Посмотрите, как замечательно сюда вписалась сумка. И это, собственно, наглядный пример, что не стоит бояться сочетать несколько принтов в образе. Главное правильно это все продумать, не переборщить. И посмотрите, какой замечательный образ на весна-лето у нас получился. Посмотрите, какой замечательный топ. Скорее всего, его, кстати, себе возьму, потому что он короткий, супер сочетается. От завышенной талии. Это еще не все. Я никак не могу расстаться с этими брюками. В принципе, я не брала много каких-то позиций, но все же посмотрите, как замечательно они смотрятся с этим красивейшим джемпером в цвете фукси. Здесь идет такая немного смесовая нить. Просто потрясающий джемпер. Он такой довольно тяжелый. И заметьте, как здесь замечательно играет. Также эта сумочка. Джемпер у меня в размере S. И цена, по-моему, около 80 евро. Ну и по сумочкам, по брюкам я уже все вам оставлю внизу в инфобоксе. Ну и также хочу отметить, что не стоит забывать о функциональности таких вещей. Вроде бы яркий джемпер. Но посмотрите, как изменил он образ. И насколько сделал его более открытым, приятным, весенним. А этого нам очень уже не хватает после зимы. Сейчас хочу вам показать платье. Очень симпатичное. Мне нравится его такая образная форма. И, собственно, его можно носить ремнем или самостоятельно. Мне вот сейчас хочется посмотреть именно, как оно выглядит самостоятельно. И вы знаете, мне очень сильно нравится. Это у меня, по-моему, 36-й. Нет, врум. 34-й размер. Потому что, да, я сомневалась взять больше или меньше. Здесь идут карманы. Такой большой пуговичный ряд по всей длине. Мне с этой сумкой не очень сильно понравилось. Надо что-то немножко развеселить. Четкая такая эстетика формы получилась, на мой взгляд. Если ваш образ входит в какую-то не совсем приятную вам эстетику, или вы не хотите создавать такое впечатление, всегда возьмите какую-то отвлекающую, внимание, вещь. И, обратите внимание, образ уже смотрится совсем по-другому. Добавилась какая-то игривость, совсем другой стиль. И хочу также отметить, посмотрите, серебряный цвет, серебро. Довольно такая маленькая сумочка, но она подошла под все образы. Поэтому, если вы хотите какую-то акцентную вещь и этот трендовый цвет, вы наверняка знаете, то смело берите. Либо обувь. Друзья, я хочу завершить влог этим прекрасным сочетанием. Посмотрите, как замечательно в этом образе смотрится тренч-код. Конечно, можно что-то здесь расстегнуть, добавить и больше расслабить образ. Также можно совсем убрать пояс. Но мне, несомненно, нравится также этот образ. И я хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Пожалуйста, поддержите меня лайком. До скорых встреч. Всего вам самого-самого хорошего. Пока-пока. Продолжение следует...